станция мцк бульвара рокоссовского все детство метро городке живя я мечтал чтобы здесь ходили поезда пассажирские поезда я представлял себе что будет ходить такой трамвайчик но при этом не на электричестве а прямо на этом ну как дизель травой дизель да вот и мне всегда казалось что никто ее не будет пользоваться один я пришел какой-то там трамвайчик пришел в нем водитель один пара человек еще кроме меня да вот как в песне грибинщикова трава не был пором полон фактически он был в общем ну я каждый раз на прыжок этот мост я думал вот там морю проезжает поезд как я поеду вот наконец мы можем пользоваться московским центральным кольцом это мы испытываем камеру просто это переключается на другие лица и тогда она убегает ну и сейчас мы от шоссе энтузиастов доехали за 10 минут просто за 10 минут сели в МЦК через 10 минут были на болеваре Горкосовского когда я был маленький путешествие от шоссе энтузиастов занимала в районе часа вот так так что да прогресс не стоит на месте ну да запись идет вот проще всего вот сюда иначе нужно долго обходить тут конечно не артинт подложка ну да вот так вот наверно подберемся нужно ставить чтобы вот было обоих то ехал трамвай маленький говорит мама а будет паровозик мама говорила не знаю ну вообще редко что бывает паровоз это удача здесь паровоз была удача какой-то день будет удача например а сейчас сложно не увидеть они ходят каждые 5 минут ну сейчас каждые 10 в середине дня вот он едет не паровоз а электричка нового поколения супер вообще в метроверке нет метро но это нормально открытое шоссе это шоссе который упирается в лес поэтому оно называется открытым и в метроверке метро нет и когда построили станцию я думал что сделают выход на эту сторону и люди будут ходить пешком метро рядов но не сделали выход к сожалению только на ту сделали галка может еще сделают надо кого-нибудь попросить если собянин свои мои ролики смотрят и математику любят пусть он даст там кому-нибудь распоряжение а не даже лучше не просто выход сделать такой крытой зимой открытый нет вот такой траволатор на 700 метров над вот этим заводом сразу выходящий метр городок вот вот какая должна быть идея транспортная смотрите прямо с мцк идет выход на траволатор и люди по такой быстрый быстрый вот такой вот полосе туда в метр городок за пять минут это их просто сразу в метр городок ходишь проблема решена метр городке есть метро бульвар рукоссовского мцк на нем из метро рядка теперь можно сразу попасть на поезда ярославского казанского и ленинградского направлений вот так вот здесь делали знаменитую хрустящую картошку которую ела вся страна а потом закрыли и сейчас попробовать соответствующий пакетик там одна соль и и специи и все а вот в советском союзе была вкусная картошка не отнимешь как она называлась а там девочка была изображена такая девочка хрустящая картофель так называлась московский как московский да ооо она подсказывает вы тоже здесь вывезли да в другом районе в москве да а я здесь жил и я помню я помню ас да вот да 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 я всегда кругленько а я обожал когда она горелая если мама это дико вредно но страшно а здесь она делалась и были часы и вот здесь часы русская называлась а часы ехали мы всегда их смотрели а потом почему-то их сняли электронные крышки да и тебя она они страниц не было класс колосс ведь ведь танку завала с авто глаза остановка она не да сейчас вообще все это да тут до а вот в Весь трамвай подключился к обсуждению. Ну что поделать, район будет большим, а потом будет очень много. А здесь все пятиэтажки снесут, да? Ну планируют, да, кроме пятиэтажных. Да. А я здесь вырос. Мы сейчас пойдем снимать это. Не-не-не, мы сейчас к моему дому пойдем. Где я вырос, где мама с папой живут. Они так хотели дожить спокойно в этом доме. Не ценили этот район, а теперь будет ужасно. Я думаю, это на 15 лет. На 15 лет, а. У нас при Лужке еще собирались в переселивание. Я помню, там постоянно пытались, да. Мы уже в Астрии обыскнавался, а мы здесь остались. Попробуем. Всего хорошего. До свидания, спасибо. Это фильм для канала «Математика» просто. Я математик-популяризатор. Вы за лесу погуляете. А мы сейчас пойдем выезд, конечно. Будем записывать в лесу. А я там бываю. Я бываю там регулярно, да. Вы же отсюда уже бывали? Я отсюда, отсюда. Я здесь. Вырос здесь. А вырос я здесь. Моя мама и папа здесь. Мы сейчас пойдем к их домам. В общем, скоро здесь будет ужасно. Здесь будет, да, все будет. 70 домов. И половина из них 25-этажки. А сколько народа. Это кошмар. Ей нравится, потому что ее переселят, а нам. Спасибо большое. До свидания. А, все, пошли. Пропускают, да, нас рамвай? Давай, пропускаем. Ну вот, мы входим в мой родной микрорайон, метрогородок. Сколько раз я здесь проходил вдоль и поперек, как у Вени Ирофеева, да. Сколько раз в Москву я проходил вдоль и поперек, но никогда не видел Кремля. А я здесь ходил. За шпаной местной ходили. У меня была Каликоха Саватан, вот. И я давал всем списывать математику, поэтому я дружил с местной шпаной вполне. Нормально. Мы хорошо ходили. Они меня учили разным вещам. Например, в шестом классе я еще не знал, как люди размножаются. Я просто не имел никакого представления об этом. Они когда это узнали, они хохотали, валялись, потравили. Ну, Саватан! Ну, Саватан! Ну, ты даешь! Ты что, не знаешь? И дальше начинали объяснять, как это делается. А я не понимаю, потому что я не понимаю слов даже, который я не понимаю. Было взаимовыгодное обучение. Все узнали что-то новое, каждый. Я знаю матерные слова тогда, знал, но я не знал, что они означают. Поэтому, когда он начинает описание процесса, я просто ничего не понимаю, ничего не могу понять. Вот. Я так иду в шестом классе, но потом как-то то ли Митя мне, брат мой, то ли я не помню. В общем, как сам, может быть, сложил два плюс два. Я очень поздно понял. Очень поздно. Вот там. Метр городок. 25 лет назад. Нет, сейчас скажу так. Дома 64 года. Сейчас сказать. Так, 30 лет назад впервые сказали о том, что дома уже исчерпали свой срок. И Хрущев строил на 25 лет. И они должны были после этого быть заменены на более фундаментальные. Но они тут так прижились и так всем, в общем-то, нравятся, да. Хотя, хотя, хотя они действительно в некоторых местах и в олегном состоянии. Тут непонятно. Правда здесь не найти. Здесь часть народу считает, что реновация нужна, а часть народу очень не хочет ее. Вот. Ну, тем не менее, правда ради, наш дом проголосовал 97% за реновацию. Тот, в котором моя мама и мой папа. Они не голосовали, но результаты такие. Вот. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим на наш дом. Посмотрим. Наш район утопает здесь. Вот. Здесь лес, внутри которого построены дома фактически. Выше пятого этажа. Наша квартира, где я вырос. Она вон там. Ее просто сейчас нельзя разглядеть. Потому что она погустили. Ну, зимой прекрасно видно. Вон. Выглядывают окна. Вот если бы не было листьев, мы бы посмотрели на низ балкона. К вопросу о реновации. Вот. Такой он весь уже выщербленный. Там такие железяки торчат. Ну, сейчас из-под листьев не будем. Эту смотри. Вот. Ну, вообще, конечно, я человек консервативный. Я вот как хожу в квартиру, и там все вот старое, все такое, как всегда было. И сразу хорошо становится все-таки. Что-то тут есть в этом. Что-то в этом есть. Чтобы жить ровно в том же окружении, в котором ты вырос. Ничего не меняя вообще. Не проводя там ремонтов каких-то этих самых. Ну, это разные стили, конечно. Да. Кому что нравится. Кто-то любит все время что-то менять. Вот. А, сейчас тут шкула. Сейчас будет школа, в которой я учился. Недавно меня туда позвали выступить. Она теперь математическая. Недавно меня туда позвали выступить. Я выступил перед старшеклассниками. И даже встретил одну учительницу, которая, ну, была в то время, когда я здесь учился. Но не помнит меня. Все остальные части сменились. И в каком-то смысле, слава богу. Потому что я был просто грозой всего. Страшнейшим хулиганом. И все время срывал уроки. Я... Ну, вот однажды, например... О! Сейчас мы мяч отправим. Обратимся. Опа! Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! И вот, как я был однажды, шел урок. Я не скажу, по какому предмету. Потому что, иначе, дети, если будут, например, слушать мои лекции, там, он будет нравиться. И они перенесут любовь к моим лекциям, но не любовь к этому предмету. Я этого не хочу. Поэтому назовем этот предмет Икс. И вот идет урок по предмету Икс. За... Вот... Не с этой стороны. Там за. Вот там, где лес прямо сразу. Вот. Окно. Первый этаж. И так мне уже плохо стало. А было хорошо. Тепло. Весна наступала. Я вылез из окна. Тихо-тихо. Открыл окно. Тихо спрыгнул. И пошел гулять. В лес. А учительница ничего не заметила. Вообще ничего. И ведет урок спокойно. И в какой-то момент она говорит. Ну а вот сейчас нам это сделает у доски. Ну вот. Ну давайте вот попросим соватеева сделать. И в классе смешки. От скромных таких. До совсем прямо откровенных. Во весь... На весь класс. И говорят. Марья Ивановна. Он вышел. А она говорит. Как? Что мне говорить? Куда он вышел? Когда я здесь у доски стою. Никто не проходил. Марья Ивановна. Он вышел через окно. Скандал был страшнейший просто. Вызывали маму мою. В общем. Ужас. Почему маму? Осторожно. Маму вызывали каждый. Не знаю. Почти каждый божий день. Ужасно полиганил. И потом сказали. Что либо сдадим в колонию. Либо забирайте в мат-класс. И я пошел в всяческую школу. Хех. Здесь нет. Нет, здесь нет. Нет, здесь нет. Вот. А вот школа. Где я учился. Миша и Галя. Потом эти школы слили вместе. Процесс слияния и поглощения. Галина. Масляй. Масляй. Спасибо. Ого. Капокаин. Как��ель. Масляй. Помимо. Вilles. Вкласс. Масляй. Продолжение следует...